Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию актрису Екатерину Климову. Три ее брака, страсть, четверо детей, романы, дети и разводы. Екатерина Климова считается одной из самых красивых и успешных актрис современного кино. 24 января ей исполнило 45 лет, а она уже сыграла более 70 ролей. Пауз у нее почти никогда не было, хотя она является многодетной мамой четверых детей, две дочери и два сына. Расскажем о трех браках актрисы и о ее личной жизни. Стать актрисой Екатерина мечтала с детства, когда еще начала участвовать в школьных постановках. Впоследствии Екатерина поступила в Щепкинское училище, где почувствовала себя в своей тарелке. В 23 года она впервые сыграла в кино и с тех пор практически не сходится к рану. Каждый год появляются кинопроекты с участием этой замечательной красавицы-актрисы. Первый брак. В 15 лет она встретилась с Ильей Хорошиловым. Они вместе учились в школе, рано поженились. А в 24 года Екатерина родила дочь Елизавету. Поскольку карьера была в самом начале, она решила не останавливаться и не делать длительный перерыв. Триумфальным стало для Климовой участие в проекте «Бедная Настя», после чего начался разлад в их семье. На Екатерину обращали внимание, а страстная натура давала знать о себе. Во время учебы Екатерина познакомилась с Игорем Петренко, но эта встреча была мимолетной. Романа не произошло. На съемках «Московские окна» они встретились снова, и по сюжету у них был роман, который перерос в реальные чувства и свадьбу, как и по сериалу. Поскольку оба актера были связаны узами брака, они решили прекратить свой роман. Однако прошел примерно год, и Игорь осознал, что не может без Екатерины. В результате брак актрисы с Ильей Хорошиловым распался спустя 12 лет. Игорь Петренко также развелся со своей известной актрисой Ириной Леоновой. Семейная жизнь с Игорем Петренко сложилась счастливой. У них родилось двое сыновей – Корней и Матфей. Эта пара считалась одной из самых гармоничных и красивых в отечественном кино. Но, как это бывает, идиллия длилась недолго. Пагубная привычка Петренко взяла верх. Хотя Климова долго боролась за семью, за отношения, но все усилия были напрасными и тщетными. Сам актер признавался впоследствии, что не понимает, как Екатерина терпела его выходки. Видимо, сильно любила. Возможно, если бы не дети, они расстались бы раньше, но они старались. Затем пошли слухи о романе Климовой с другим мужчиной. Этим мужчиной был роман Архивов, участник группы Челси. Даже есть все те фото, где они страстно обнимаются и целуются. Игорь не был удивлен, он понимал, что сам виноват. В итоге, спустя 10 лет распался второй брак Екатерины Климовой. Гела Месхи. Почти год ничего не было известно о личной жизни Екатерины. Как вдруг появилась в сети информация, что ее сердце вновь занято актером Гелой Месхи. Они познакомились на съемках сериала «Волчье сердце». Гела был моложе Екатерины на 8 лет, но эта разница их совершенно не смущала. Спустя время у них родилась доченька, которую назвали Белла. Третий брак продлился всего 4 года. И в 2019 году Екатерина и Гела развелись. Долго пара никак не комментировала свое расставание. Было очень много версий. Пока они однажды не сообщили, что, учитывая их профессию, сохранить брак было очень сложно. Потому что порой они не видели друг друга целыми месяцами. На сегодняшний день Екатерина зареклась начинать романы с актерами. Хотя обо всех мужьях говорит в целом положительно. На сегодняшний день для нее главное – это роль мамы, которая удается ей с блеском. А мы пожелаем ей все-таки обрести женское семейное счастье, новых интересных проектов, главных ролей, успехов в творчестве и во всем. Пишите свое мнение в комментариях, как вы относитесь к этой актрисе, нравится она вам или нет, какие проекты с ее участием больше всего вас впечатлили. Всем огромное спасибо за внимание. Желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. Всем удачи, Божьи благословения, ангелов-хранителей. До новых встреч и всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»